И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я решил немножечко отдохнуть и поиграть в Disciples 2. Буду просто играть в одиночное задание. Так, новое задание. Кстати, фпс я выключил, у меня вот здесь вот такими огромными цифрами на экране, и вот там просто цифры постоянно за тысячу меня чутка напрягало. Буду играть вот в эту вот карту «Возвращение к белым временам». Фу, к пылым, господи, еще несу. «Возвращение к белым временам». Читать я текст сильно не буду, потому что у меня чутка, однако, моторика чтения сбилась, и я чутка не так... запинаюсь, короче, по-простому. Выбирать я буду, наверное, все-таки военачальником. Все-таки и всего его воина восстанавливает 15% здоровья каждый день и так далее. Ну и сложность там простая, так сказать, средняя. Так, ну здесь всякие тексты дали. В общем, мне нужно 50% территории захватить. Ну и пару городов. Для тех, кто не знает, текст тоже читать не буду, не говорю. То есть я тут пытался как-то читать, у меня... ну просто, так сказать, проверял звук, и вообще кошмар. Просто в тренировочном был кошмар, что уж говорить-то сейчас. «Дисциплс» — это практическая пошаговая игра, то есть есть персонаж, главный герой. У него есть армия. Ну как армия? Армия состоит из максимум шести человек вместе с ним. Вот, то есть он дополнительных может еще троих взять. То есть в данном случае у меня лидерство три. И вот, три из трех. То есть убираю, два из трех. Ну, я беру обычно состав вот такой вот. Это церитель, лучник и маг. Парочку бутылечков взять. Так, так, так. Одно воскрешение. Давай. Давай, я одно воскрешение хватит. Вот, и, собственно, есть город у вас, в котором вы можете создавать разные здания. Гильдия — это создавать воров. Башня магии — это изучать магию. Храм — это исцелять. Здесь же есть ветка развития для каждого персонажа. То есть можно развить, допустим, до защитника Вьера. Прям конкретно такой мужик с мечом, все дела. И нехило так дамажит. Ну, я обычно выбираю ангела. Потому что до ангела я точно разобьюсь. Это 100%. В этом, так сказать, проблем меньше нет. А вот до этого чувака, до защитника Вьера, чутка сложнее. Ну, и обычно ангел у меня бегает с архангелом. Ну, сначала, конечно, рыцарь, защитник Империи и так далее. Здесь я буду брать Верховного Мага, понятное дело. Здесь я Ассасина буду брать, Ассасин Империи. А здесь я буду выбирать Прорицательница. Здесь две ветки развития. Первая ветка хиляет одного, но много. Если развивать. И последняя даже может воскрешать. 120 хп восстанавливает это очень много, если уж на то пошло. Даже первый всего лишь уже 40 восстанавливает. Вторая же ветка хиляет всех. И исцеляет негативные эффекты. Что довольно-таки само по себе неплохо. Но хиляет она намного меньше. И это немножко имеет свои минусы. Но, опять-таки же, я уже к этому привык. Поэтому буду развивать именно эту ветку. Так. У героя есть артефакты. Но, чтобы одевать эти артефакты, ты должен изучить определенный навык. Допустим, здесь знамя, здесь книги, здесь предметы. Кстати, предметы я могу поставить. Здесь артефакты, здесь сапоги. То есть, я сейчас могу надеть только артефакты. Даже если найдут сапоги, я их не смогу надеть. Или же знамя. Поэтому есть смысл их качать. Так, ну ладно, давайте по ходу дела начинать. Тактика здесь, собственно, кто играл, те знают, кто не играл, те не знают. В общем, как в героях меча и магии. И, в целом, игрушка довольно-таки старая и очень интересная. И, честно, она мне больше всех остальных частей и нравится. Хотя третью я просто смотрел по скринам, по видео и так далее. Сам лично не играл. Но, честно, она мне меньше понравилась, чем вторая. То есть, пошаговая игра. То есть, сначала хожу я, потом ходит мой оппонент. Опять я, мой оппонент и так далее. Здесь точно так же. В бою я, мой оппонент и так далее. Как вы видите, вот они мои все персонажи. Здесь персонажи врага. Здесь можно увидеть свое здоровье и здоровье врага. По мере отнимания здоровья, полоска будет заполняться красным. То есть, когда полностью заполнится, там появится черепочек и все. Персонаж исчез. Маг бьет по всем. Пока что бьет очень мало. И бьет он по 15 плюс-минус. Обычно плюс немножечко дамагом. Ну, иногда и минус. Кстати, с исцелением, с лужкой, конечно. Лучше бы назвать послушницей. Это было бы больше эффектом. В общем, с исцелением здесь есть такой плюс. В конце каждого хода послушница исцеляет без вариантов. И поэтому есть вариант иногда пропустить хода. Ну, это вы еще увидите 100% не раз. Есть вариант пропустить хода, а потом уже исцелиться дважды в итоге. Так. Ну. Ничего, так сказать, серьезного здесь нет. С ними я в бой зашел только что похиляться. Маг, конечно, пока что бьет мало. Потому что он всего лишь на всего ученика еще и промахнулся. Отлично. Ну, как бы со временем он станет конкретной боевой единицей, которая будет конкретно по всем дамажен. Даже хотя бы ему нужно будет раскачать левел. Кстати, как вы заметили, во время боя я получал здесь экспу. То есть, каждое свое количество экспу получает. Если персонаж умирает, его воскрешаешь, он получает в два раза меньше экспу. Вот. И вот тот самый опыт. 13 из 80. Когда накоплю 80, то апнется левел. Здесь у меня 13 из 150. Здесь 13 из 500, потому что у меня стрелок уже дан был второго левела. Ну и, собственно, ученик 13 из 75. Сейчас сразу же пройдемся здесь. Изначально вот такой вот лучник. И становится он уже стрелком. Так как у меня все-таки здесь по сценарию сразу дается лучник, поэтому у меня он, собственно, есть. Я беру обычно Архангел. Ну, так как у меня денег сейчас пока что не сильно много, а хотя есть смысл его взять. А давайте я возьму сразу Архангела себе и Мечника поставлю. Мечник же в свое время разовьется, как я уже говорил, разовьется в Ангела. По крайней мере, у меня он будет развиваться. Здесь я его буду развивать. И это довольно-таки прикольно. Ангел бегает с Архангелом. Просто вот эта героиня, она умеет лечить. Она устанавливает джезлы, чтобы захватывать свою территорию. И она умеет летать, понятное дело. И у нее исцеление. И лечит она 40. И это довольно-таки неплохо. Так, давайте ей дадим немного потов. И воскрешение побольше надо. И вот так вот. Так. Так, ну и на всякий вот случай вот так. Потому что это устанавливает 100 единиц здоровья. А она всего лишь лечит 40. И это не может помочь, но довольно-таки нехило помочь. Так. Ну и, собственно, возвращаясь к своему герою главному. То есть персонажи будут раскачиваться. И все будет хорошо. Кстати, чем меньше персонажей в отреде, тем больше они их получают. Поэтому был смысл оставить крестьян именно... именно архангелу. Но здесь есть такой головорез. Один стоит всего лишь навсего. И есть смысл на него напасть. Опыта он армии даст мало. А вот мне даст довольно-таки неплохо. Головорез он бьет ядом. То есть у него есть шанс нанести яд. И яд отнимает 20. То есть вот это вот его урок. Вот это вот его домах ядом. И, кстати, мой лучник, когда апнется, стрелок апнется, он станет ассасином империи. То есть у него будет такой же эффект. То есть также он будет атаковать любых. И он будет наносить яд. Да уж, конкретно здесь сейчас я даже не знаю, что и сделать. Наверное, лучше встать в защиту. Потому что мне сейчас... О, это мне сейчас повезло. Так что есть смысл дамажить дальше. Вот сейчас конкретно прям мне повезло. То, что он промахнулся. Так, сейчас я смогу его продамажить. Лечение. Так, ну тут есть смысл добить его, короче. Отлично. Не промазал. Здесь шанс попадания у всех, практически у всех 80%. За исключением уже прокачанных персонажей. Отлично. Да, отлично. Вот, видите, по 15 опыта они получили. Что довольно-таки себе неплохо. Так, священник и копейщик. Конечно, вот это существование очень довольно-таки нехилое, потому что копейщик нехило дамажит. Поэтому нет смысла на них нападать. А вот на разбойника есть уже смысл нападать. Но для этого мне нужно вылечиться. Ага, вылечиться я не смогу, так как у меня нет храма. Отлично. Зря, короче, ход потерял. Немножего. Немножего хода зря потерял. Ну да ладно. Не проблем. В следующем ходу я на них нападу. Как бы это складно не звучало. Так, здесь пока мне не нужно. Так, монастырь. Пока монастырь разведем. Все, как видите, движения у меня нету, поэтому я двигаюсь дальше. Берегитесь, бываю. Все нормально. Шпионы пришли новости. Мы наконец узнали, где находится святая чаша. Город Сибирь, наш с улицем. Понятно. При всем уважении к вам, мой господин, мне должно сказать, что Мальдинские острова находятся в руках наших врагов. Ваше самоборотное желание отыскать чашу работе. Ну и уже не расставил под угрозу нашу святую миссию. Ну да ладно. Чашу мы, по идее, можем и наистине найти. То есть, как бы в этом плане сильно проблем нету. Кстати, я вот этот значок ставлю, чтобы мне легче было искать, где кто находится. Потому что, к примеру, вот так вот, ну, чутка непонятно, есть он, нету. Особенность непривычки. Вот это тоже ставлю, чтобы сразу видно, было магию. Кстати, вот эти вот кристаллы, вот эти кристаллы, это магия, мана. Ну и она, собственно, потом будет нужна. Такс, давайте снова в бой. Отлично. Кстати, разбойник, он, получается, не бьет. Ядом он просто урон наносит. Поэтому мне это только на руку, урон у него 25, а это означает, что я себя могу полностью вылечить. Кстати, зря я, наверное, бутыль выпил, я бы и так вылечился. Но на всякий случай. Просто я забыл, сколько там у разбойника дамаг, все дела, поэтому лучше сильно не рисковать. Отлично. Вот в этой игре есть как компания, так и одиночные миссии, что довольно-таки само по себе прикольно. И если вам понравится то, что я вот эту игру играю и так далее, то я обязательно сниму еще и одиночную. Сниму компанию. Поселение, так как это не то. Я тогда поснимаю компанию у этой игры, потому что мне эта игра очень сильно нравится. Поэтому есть смысл ее поснимать. Кстати, когда вот такая комбинация и есть священник, либо маг, есть смысл сносить сначала их. то есть сначала тут всего священника, то есть тот, кто лечит, а потом уже магов. Такс, отлично. Отлично. Сейчас у него будет выбор себя похилять либо копейщика, но он будет хилить себя, что мне как раз-таки и на руку. Дальше дамажу, бью. Отлично. Маги убиваю священника. А, блин, двоих сразу завалил. Вот так когда не нужно, завалил их обоих. Урон всего лишь 15, что ж ты 20 отнял? Ну да ладно. В следующем бою похиляемся. Да и плюс он каждый ход хиляется. Вот, как видите, довольно-таки нехилый сет был и по 28 XP они получили, что уже половина от левла. Это означает, надо, надо, однако качать себе, точнее строить себе здание. Такс, эликсириetzen линия, ну вот. Насчет предметов есть такие вот наборозовые кольцо ценность в скобках ценности означает то, что это можно продать и тут сразу написано за 50 алтых монет. То есть ты конкретно уже знаешь, когда идешь к торгашу, ты конкретно знаешь за сколько ты его продашь. он кордили это сушу этот случай в нем мое нужное здание кордили и у не его спал он его с господи а если в регион проклятых заходит приобретают 50 процентов туре заходить в город полонилась и сару сару гири сару гирилла господи в общем основа города это полонилась и мне нужно его в первую очередь захватить чтобы держать под контролем так что вот это может и подождать вот а мне нужно найти город полонилась что довольно таки проблематично в этом плане так как у нас одинаковое с моим напарником так сказать с а вот кстати если нажимают то я вижу сколько людей прибавляет доход так сказать с со регионом у нас одинаковая задача захватить этот город полонилась отлично 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 то что не отлично ну ладно пока что еще переживать сильно нет смысла поэтому можно пока что не расслабить булки в этом плане такс ну да можно пропустить вот пока что нет смысла строить здание пытаться вот как видите да у меня 15 процентов здоровья является за каждый ход поэтому он немножко исцелился сам потому что я выбрал такой класс именно причем это касается абсолютно всех персонажей то есть я выбираю это чисто я выбрал для себя лично для себя класс да именно для игрока класса я выбрал вот поэтому как бы такие дела так что дальше что дальше что дальше что дальше так орк он конкретно мартонков торг конкретно может по пятьдесят поэтому нет смысла на него нападать чутка а вот на окно мы есть будет смысл на проект поэтому ну давай ка я сначала очищу себе территорию для прохода и уже пойду дальше то у свитили о стежками формата у него первых дамаг полтине автор книгу хп 200 что довольно таки по даже 55 урон вот это нифига себе в общем по простому говоря тяжеловато было бы завалить или же отхилять своего сквайра или же сквайром вот это мне повезло так смотрите как получается ну 30 с точку продать мне нанесу смотрите хиляясь в конце хода убиваю и снова хиляясь в конце хода вот такие вот комбинации можно так сказать на это можно вывозить конкретно на 63 еще один такой бой и у меня аппетит персонаж а этот бой вот он он хотя я не хочу пока что на него нападать сильно так я не то нажал гномик он не сильно такой мощный поэтому есть смысл на него напасть а еще мне сейчас нужно так церковь есть дамага нужно а еще такими темпами нужно будет еще рыцаря он стоит 200 монет а ну то в следующем ходу как раз я могу это состряпать неплохо так все так много давать как даже вот так то еще раз покажем то что вот видите да сколько здоровья у моего персонажа он целенький здоровенький все благодаря тому что 15 процентов здоровья это довольно таки много ну довольно таки много это около 20 и примерно так дерьмо у меня с математики поэтому как бы так такс давайте сначала создам конюшню потому что сейчас возможно мой сквайр аппнет сюда мечником для рыцаря сейчас эти острова власти гномов мы казним незваных гостей без суда и следствия ну собственно мне эти острова тоже нужны ах ты швай вай 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 ничтожество снег не сможет ознавить так что кингтова это было магия магия она может дамажить по всем к примеру сейчас видеть того кого всех отняло по 15 здоровья ну кого мне это в целом фигня потому что гномик он сам не сильно мощный всего лишь 30 урона а архангел хиляет посол без последний бой без последний ход так что я выхилиюсь полностью вот но последний ход я буду хилять как вариант самого себе вот поэтому как бы пока что я полностью выхиливаю сквайра так как в этом есть конкретный смысл получается как раз я полностью выхилиюсь получивали сквайра и на последнем ходу я выхилию с самого архангела то есть вот бью и хил на архангела отлично и получает 17 39 из 80 практически половина у меня уже есть что очень довольно таки неплохо замок орков руины не исследованы руины это отдельная история так сказать это сюда можно зайти получить люлей а либо а может сюда зайти и получить много ресурсов метатель топоров это уже интереснее и интереснее есть смысл попробовать есть смысл попробовать так ну кстати да раз ту сторону один город я думаю в другую сторону будет другой город есть фото не конец карты давайте вот сейчас так то посмотрим а возможно где-нибудь снизу сверху будет сложно сказать а я получается вот здесь уже край карты значит он где-то снизу значит есть смысл вот сюда идти отлично значит пока что я правильно если эту территорию и давайте попробуем не давайте сначала сохранить чем мне нравятся игры так давайте вот так вот сюда нет давайте короче сделаем такую одиночная ну отлично сингл сингл лопали синг ах легче написать это на киеве но английский хорошо говорить вот примерно так то у меня и получается так ну и давайте нападем сюда посмотрим что там у нас находится м ор гоблины я думаю я меньше получили спут либо столько же получили спы как и за вождя так сейчас у меня есть выбор кого дамажить гоблинов либо орков то есть гоблины они дополнительно могут вносить поэтому есть смысл убивать гоблинов главное что ах ты же промахнулся зараза вот почему я бил по гоблину и одного нету что означает дополнительно дополнительного дамага двадцать не будет отлично отлично так надо тебя завалить уже вот и конкретно промахнулся это чека неправильно я бы так сказал так что можно придумать а ничего надо по конкретному прям тебя быстрее выносить а даже лучше так сделать на всякий случай так ты сейчас ударишь 28 до 100 блок 28 оттал то так это конкретно меня завалишь так вот так и вот так отлично и я сейчас похилить вот да и сейчас оба апнутся а вот тот самый момент когда они апается это кайф 24 х 87 а там нужно было да неплохо так ну и посмотрим сколько я сейчас возьму за вождя 200 золота оооо мощи титана это супер почему супер смотрите что он дает навсегда увеличивает на 10 процентов урон наносимый зачарован зачарованного воина в бою то есть я этот эликсир и уже на кого то и у него навсегда на 10 процентов будет урон увеличен но обычно я потому кто первый стоит либо герой ну часть всего героя просто так то есть вот плюс 5 урона неплохо неплохо так сказать пригодится такс отлично когда закончились золото есть кстати а ну да я здесь уже строил станет давайте заканчивать ход такс мы господин здешний народ перенос великие страдания начиная со времен великие войны заканчивая этой трагедии вызывается короче опять про святую чашу ну ладно опять про чашу говорят так что возможно есть смысл эту чашу и достать так а вот теперь давайте снова сохранимся потому что я не хочу терять своих персонажей и своих воинов это это потери экспы я бы так сказал так что давайте нападать нападать так здесь уже есть выбор а а выбора то нету увалить сначала гнома из вариантов а он будет бить дальнего а это будет бить ближнего отлично ты хиляешь ближнего и ты бьешь ближнего да ты на ты прикалывайся тут и без этого как-то не очень ну хорошо доберемся мы до тебя конкретный дамаг что означает вот для чего и нужны бутыли и кстати да когда используют предметы то ты теряешь свой ход ну логично нехило нехило и огребается все из-за того что одна скотина промахнулась один раз вот вот просто просто от души честно от души метатель молодец я промахнулся один раз и ты промахнулся один раз вот то что нужно прям молодчик прям как надо а теперь смертельный номер давай я себя хиляю и о да поэтому я себя и хилял да я так из носа ты будешь меня домашни так давай сквайер сквайер ударяет отлично ты хиляясь и кстати как можно на персонажа нажимать так можно и на иконки нажимать тоже вполне так неплохо то есть можно просто тупо вот здесь по экрану как видите допустим я вот сейчас нажимаю на себя и когда я атакую то появляются иконки врага так конечно себя себя любимого так 29 неплохо 68 осталось 12 всего лишь опыта и я апнусь на рыцаря что довольно таки неплохо два гнома два гнома это уже серьезно о лавочка а лагерь наемников за вас тоже глянем так за тех я получал 24 опыта да если я не ошибаюсь давайте посмотрим сколько я за вождя получу кстати герой умеет летать в чем очень даже довольно таки неплохо то есть он получается проходит через препятствие потому что когда ты по лесам бежишь по воде бежишь то скорость ходьбы меньше так вот лично вожденок а если здоровье это не гляну защиту твою мать его все здоровье не гляну вот я лоханулся сейчас такс давай сохраним бутыль попробуем сохранить бутыль давай защищайся 40 а кстати точно у меня сейчас маг же апнулся он теперь 30 урона наносится что довольно таки себе неплохо кстати броня броня 20 здесь все легко и просто урон 80 броня 20 то есть если он был атаковал бы своего себя то на себе всего лишь 60 то бить урон 30 он должен наносить меньше на мак ну кстати броня 20 он все равно мака как-то наносит много дамага что неплохо кстати вот видите да то есть она хилять их ну сейчас пока что вы это не поймете что она хиляет всех но суть в том что она хоть хилять всех но хиляет по 20 пока что это сильно не помогает ну допустим есть фархан я оба хиляла во всех то это довольно таки было бы неплохо и мне бы не пришлось выбирать как позже все таки похилять и в этом есть какой-то свой смысл эти риск благородное дело смотри точно маг быстрее же ходит маг быстрее ходит отлично у тебя инициатива кстати вот благодаря инициативу можно узнать кто быстрее ходит и мне честно везло что маг быстрее ходят отлично 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 по 43 значит правильно выбор что я на тех напал и получил меньше их свой потому что если в кубе я бы полу а то чтобы на нем то они базы вся последующих спа просто исчезает то есть если ты опышь персонажа то есть ты можешь получить хоть тысячу экспы но тебе нужно было единичка дата то все страны 999 просто теряется поэтому да я сделал правильный выбор отлично еще один вождь и конечно в следующем ходу я уже на него нападу потому что сейчас пока что ну не надо на него нападать так здесь у меня развито здесь у меня развито здесь у меня не развито на этом покупать вот и благодаря этому стану я могу лучников пределы стрелков но так как стрелок у меня же развитый мне уже надо поскорее покупать а людей империи кстати здесь написано сколько нужно золото здесь написано сколько у вас есть золото так вот эта книжка кстати это заклинание вот эта книжка это дипломатия когда у вас играет много мы когда играли вдвоем здесь играешь за одним компьютером можно за ним компьютера играть мы всегда сразу же заключали мир так отлично мир кстати заключались легко в этом плане здесь просто короче один себе кидает деньги то есть ты короче ему кидаешь допустим 1000 монета потом он тебе кидает 1000 монет и вот так короче ты деньги туда-сюда перекинул но договор ты заключил в итоге вот это кстати уже персонаж персонаж противник и если я сейчас не нападу то он нападет что соответственно он получит мою экспу а я не получу мою экспу мне это конечно не устраивает так давайте глянем гильдии наемников что здесь есть в отряд нет места это понятное дело а я здесь могу волков нанять ну неплохо 180 здоровья урон 55 укус нехило лучше чем сквайр но опять таки же сквайр мой апнется и у него будет 150 здоровья и 50 дамага у рыцаря это только у рыцаря что да чутка похуже чем волк но он же опять таки апнется причем апнется быстрее чем этот волк что станет довольно таки нехило там он станет святым рыцарем а там 75 дамаг и так далее так что пока что нет смысла ооо травница кстати вот эта травница травница вот эта травница она увеличивает урон алхимик не помню что это делает но что то тоже плохое кстати за гномов здесь тоже можно играть если что но здесь по сюжету понятное дело за них нельзя играть здесь у нас по сюжету только легион и легион и империя кстати когда играешь за персонажей легиона то они говорят на латинском да на латинском языке свои фразы и гнис фати к примеру прикольно честно прикольно отлично 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 я опять имею дофига побитого персонажа надо было хотя бы бутылечек то использовать слабенький ну да ладно в бой нет времени ждать только воевать отлично я гребся конкретно поэтому поэтому я чё-то чутка лоханулся сейчас честно кстати давай твою мать я не сохранился ну точно именно поэтому он сходил первый ну да вариантов не было а ну да я вообще не задамажил щит кстати видите да я получил много больше экспы благодаря тому что у меня персонаж не сдох и это не есть год да к сожалению к сожалению поэтому я сейчас уже до туда дойду и включусь ну чтобы не тратить ваши еще десять минут вот собственно немножко исправил бои и благодаря тому что я держал персонажа что с первым вождем софт что со вторым вождем вы сами видите сколько у меня здоровья и так да и нету второго вождя отлично о да ты апнулся значит я не зря пыжился апнулся что означает помните да выпивал бы ты плюс 10 процентов и казалось бы логично что что он больше не должен то есть он плюс 5 прибавил и все нет нифига то есть каждым повышением урона будет повышаться мой плюс что довольно таки себе неплохо так 86 но сейчас мне больше а ну далековато еще достаточно так что я успею апнуть апнуть здание так а сейчас мне есть смысл сделать храм не храм башню магии для чего она мне нужна а а а а а а а а не дают не а 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 Иди в натуре прям. Так, ну это я на всякий случай, чтобы у меня все здания открылись. Такс, ну нападать я пока что ни на кого не хочу, потому что я просто-напросто не смогу вывести, если я на кого-то нападу. Так, это самый верх, карта уже. Ох, матерь божья. Астагириаз. Нет, мне вроде бы другие города нужны будут. А мне... Полонилос. Полонилос, господи. Ну, это литвы, просто кошмар. Я понимаю, что это все латинские названия и так далее, но блин, вынимать, что это название? Кстати, чтобы территория своя была, вот смотрите сейчас. Моя территория 14%, да? И ставим здесь вот... А здесь? А здесь? Здесь? Ну ладно, в следующем ходу покажу. Куда деваться? Такс, погнали. Стой! И никуда не уходи. Я сейчас приду. Да ты ладно, ты гнища. Эй, гнища. Да твою дивизию, ты куда свалил? Вот козлина. Вот, кстати, апнул персонажа и сразу же в следующем ходу я могу... Вкачать ему определенные знания. Ориентирование. Скорость передвижения больше. Знаменосит. Знамя могу носить. И тайное знание позволяет читать книги. Ну, конечно же, буду брать знаменосит. Потом вы помните, почему именно знаменосит. Так, ну что поделать? Людоедам. Но для начала, давайте я вам покажу, что дают нам посохи. То есть вот, 14%. А как мы помним, по миссии нам нужно 50%, как минимум. Ставим жезл за 150 монет. 15%. И с каждым ходом вот этот жезл будет распространять свою ауру. То есть с каждым ходом у меня мало того, что замок распространяет, и каждый город распространяет, каждый жезл также будет распространять на немного ауру. И, кстати, установление жезла тратит весь ход. Такие вот дела. Так, ладненько. Ладненько. Тролля-ля-ля. Нет, тролля-ля-ля я очень завалю, потому что он слишком мощный. И нужно монахиню хотя бы апнуть. Это как минимум. А вот людоеда есть шанс. Опять же, если я буду постоянно в блоке стоять. Кстати, с каждым повышением уровня, как видите, движение тоже увеличивается на немножко. Ну, это как бы мало чувствуется, но в целом для того же следопыта очень сильно чувствуется. А, кстати, мне показалось же, мне рассказалось же про персонажей. Есть рыцарь на Пегасе. Это воин. По-простому говоря, ближний бой, знания артефактов, лидерство 3. Цель 1, стоящая рядом. То есть, его лучше всего ставить в центре. Следопыт. Лидерство 3 также. Передвижение у него больше. Опыт странника, то есть, поэтому он передвигается больше. Урон 40. И атакует любую цель. То есть, одну цель, но любого воина. Архимаг. По сухие свитки он может использовать тайные науки. Передвижение у него 20. То есть, он очень медленно ходит. Лидерство также 3. Но атакует он абсолютно всех. Урон 30 по всем идет. Что довольно-таки неплохо. Бьет молнией. Ну, тот самый Архангел вы уже знаете. Лечение. И вор. Вор, такую-то цель. Но у вора есть свое преимущество. Он может узнавать. То есть, допустим... Ну, вот там персонаж, да, был. Вы не знаете, какая у него армия. Засылайте на него вора. Узнать. Либо там отравить армию можете и так далее. И... То есть, вы можете узнать информацию о армии. Можете отравить армию. То есть, он там сдамажит какого-то определенного персонажа. Либо он всех не помнит. Я уже конкретно давно это не использовал. И так далее. Отравить, кстати, можно и вот этих. Вот. То есть, точно так же и так далее. Опыт от этого не уменьшается. Но здоровье у них уменьшается. Я имею в виду получаемый опыт. Что довольно-таки неплохо. Также есть лавки. Помимо таких лавок. То есть, там, где наемники. Можно покупать предметы в лавках. В некоторых лавках. Это как вариант. Где-то вот здесь. Может быть, где-то стоит. Не знаю. Вот. И в этих лавках можно красть предметы. И порой ни одно сохранение не трачешь на эти. На убийство. Чтобы украсть что-то. Но оно того стоит. Порой можно украсть предмет. Просто тупо за 3-4 тысячи золотых. И это неплохо. Так. Давайте. Все-таки я сохранюсь. И попробуем на людоеда напасть. Сохраняться в этой игре очень много приходится. Честно. Очень много приходится. Людоед. 300 здоровья. 130 урона. И офигеть, как мне не повезло. Да. У меня сейчас на 15 здоровья больше. И мне было бы неплохо сейчас, чтобы моя монахиня апнулась. Но нет времени ждать. Вперед воевать. Сразу же в защиту. Без вариантов. По-другому я здесь не выжил. Даже потому, что позащитишься от 5. Вот это конкретно. Не везет мне. Так не везет. Не, зря. На людоед напал. Ох, как зря напал. Твоевать. Я нажал на дамаг. Я слишком рано нажал на дамаг. Да, они его завалили. Получили экспу немало. Но я слишком рано нажал на дамаг. Чёрт вери. Просто проблема в том, что воскресить героя бутылями может только сам. О, а раньше мог только сам герой. Неплохо. Неплохо. Кстати, получается. Получается. Ну давай сделаем так. Нормально. Повезло. Повезло, что может сам герой. То есть без героя можно воскреситься. Возможно это патч. Потому что я здесь Gold Edition скачал. Потому что когда я играл, если герой помер, то даже предметы нельзя было юзать. Не знаю, возможно был баг. Ну повезло. Ладно, нормально. Повезло. Мне всё равно персонаж уже апнулся главный герой. И мне сейчас нужно апнуть вот этих вот чубриков. Что довольно-таки сложновато будет. Так, мне сейчас нужно в первую очередь ассасина. Но в первую очередь башня магии мне нужна. Для чего башня магии нужна? Нажимаем теперь на эту книжечку. И вот они все заклинания, которые я могу использовать. Кстати, пятый уровень заклинания открывается только так, когда ты выбираешь мага как персонажа. То есть я взял лидера, а если выбираешь мага, то там открывается этот слот. И там довольно-таки нехилая магия. В магии есть разные. Защита, как защита, так инициативу, силы увеличивают, наносят урон, исцеление отряда. То есть всем по 30 состелиться. Есть ускорение. Вот этот прям конкретно мне нравится. Есть ускорение второго левла. Второго левла. Второго левла. Ну что-то я ее не вижу. Вот, кстати, силы увеличиваются. На 20% уже. Вот, кстати, восстановление здоровья. Чтобы изучить магию, нужно вот это количество. Чтобы использовать магию, нужно вот это количество. Смерти, рун, жизни, ада. Это все маны. И, ну, вы понимаете, что тяжеловато немножечко иметь абсолютно все руны. Поэтому самое основное, чаще всего, я буду использовать именно вот такие вот, а то есть такие, ну, простые заклинания. Так. Ускорение. Что-то мне казалось, два ускорения, а там, оказывается, два исцеления. А, возможно, на пятом левле есть ускорение. Сейчас я вам объясню, что дает ускорение. Блин, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Нет, давайте-ка я все-таки загружусь и убью у людоеда как нужно. Чуть-таки неохота тратить лишние предметы. Ну вот, сделал как нужно и все нормально. Как видите, воскрешение бутыли у меня осталось. И 45 здоровья у меня есть. Сейчас использую бутыль. И попробуем догнать его. Догнать его, именно это заклинание мне и поможет. Как говорится, от меня никто не уйдет. Фух, ну понеслась. У него заклинатель. Она дамажит по всем 30. Второй у него также заклинатель. Да, цели 6, урон 30. Что довольно-таки сложно, так как нужно выбрать, кого же все-таки задамажить. Но тут остается выбор, у кого меньше брони. Соответственно, у тебя меньше брони, значит тебя и дамажим. Чтобы я лучником задамажил и магом добил. Также у тебя два одержимых. Кстати, если бы, допустим, мой мечник стоял бы вот здесь. И у него была бы такая основка. То этот бы не смог бы атаковать. Ну так как я ставлю мечника по центру, чтобы он мог всех атаковать. Кстати, тогда и я бы его тоже не смог бы атаковать. Пока не убью вот этого. В общем, такая вот замута. То есть, если бы, допустим, здесь бы у меня стоял бы сквайр, да, сейчас. То вот этот не смог бы его атаковать. Также сквайр не смог бы его атаковать. То есть, чисто рядом с ним. То есть, вот они, клеточки. Рядом, вокруг него. Так, ну ладно, хватит разглагольствовать. И вперед. Дамажить. Конечно же, дамажить. Так. Так, ополченцы. Или как там? Одержимые ополченцы. Защита сваливает. Ну, я так и думал. Валим героя сразу же. Так, тебя я добью. Полностью стреляемся. Добиваем мага. Одержимый сейчас свалит. Наверное. Эх, чутка не добил. Жаль, маг. А, у этого инициативы полтишочек. То есть, конечно, маг, но не успел. Ну да ладно. Что поделать, и такое бывает. Кстати, когда хилять некого, то пластушникам только в защиту вставать. Кстати, это обычно тактика героев. Врага, если фонно знает, что он не сможет выиграть. И обычно на такие случаи у меня ускорение. Но, к сожалению, сейчас я его уже использовал. Ну, и, как видите, благодаря тому, что я убил героя, который летает, ему приходится плавать по воде. А это он тратит свою, свою ходьбу. Ё-простые. Ё-простые. Привидение признаков. Привидение. Чуток нижний. Короче, ближний бой. Паралич, паралич, паралич. И... Безет всех. Очень тяжело будет. Очень тяжело будет. Это только тогда, когда я уже, как минимум, еще раз апну. И ее... Очень тяжело будет таких убивать. Так, ладно. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Здесь у нас апнуть нашего сквайра. Быстрее. А это ему надо 12. Надо дреща найти. Долбаного, на котором я смогу апнуть. Угу. Вот они герои затусывались. Отлично. Отлично. Кстати, а когда он выходит с суши, то... Так отображается герой. Ладно. Догоняем. И добиваем. Вот, кстати, уже город героя. Я говорю, добиваем. Отлично. И еще получил экспы. Мало того, что я получаю экспу. Так я получаю все... Абсолютно все предметы, которые у него есть. К примеру, вот. Рубин. Который дает 250 золотых. И все. Бомж, короче. Бомжа увидел. Ну, а что поделал? 250 золотых тоже неплохо. Да и опыта получил. Нормально. Так. 207. 207. 207. А это практически три сотки. Еще 200. Досталось опыта, и я получу то, что мне нужно. Руины. Так, здесь у нас людоедушка, да? Окей, людоедушка тоже есть смысл. Почему я зачищаю его территорию? Потому что... А, свой территорий я всегда успею ее зачистить. Ну, что, типа того. Так. Давайте попробуем. Ага, да нифига, у меня не получится. Завалить. Мне нужно сначала сквайр апнуть. Потом я смогу хоть что-то делать. Потому что гномики мне конкретно вдвоем-то раздербанят в точно. А, травница, алхимик. Это мне не точно нет смысла нападать. И это я заберу только через них. Через их труп. Так, а здесь у нас что такое? И почему я не могу туда... Ой, ладно. Ну, хорош. Текс. Вот, теперь он до этого отображается. Так, давайте посмотрим в эту сторону сгоняем. Посмотрим, что там у нас. И, по ходу дела, это город где-нибудь здесь будет. Нужный мне город. А может, даже вот там внизу. Видите, здесь, получается, у меня демоны. Угу. Отлично. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, что у нас будет с этого всего. Так, гильдия, храм. Но пока что мне это не нужно. Мне нужно вкачивать улучшения. Сейчас мне нужно улучшения для ассасина. А это 500 золотых. Отлично. Так, что у меня там с маной? 150 маной всего лишь. Это плохо, у меня маной очень мало. Не стал нападать. Окей, я нападу. Не проблема, не беда. Я нападу на тебя всегда. Так, вот только бы людоеда обойти бы стороной. Не хочу я с людоедом пока что связываться. Атак! Ооо, вот этих я ненавижу. У них, во-первых, броня конкретная. Причем первого левела персонажа, у него сразу броня 40. И он бьет по любым целям. Любой воин. То есть он будет бить сейчас мою послушницу, монахиню. Но, сейчас вы поймете, почему я выбрал именно монахиню. Потому что именно здесь вы поймете. Так, кого первого лучше валить? Ооо, второго левела? Угу. Значит, у тебя есть нужные мне артефакты. И предметы. Что означает, надо тебя, короче, валить в первую очередь? Нет, тебя надо в первую очередь валить. Ты мне скачан сейчас всю малину обосрешь здесь. Смотрите. Опаньки. Задамажил. Отлично. А я тебя задамажу. Такс. Такс. Теперь смотрите. Я дамажу всех. И целяю и исцеляю всех. Да, всего лишь на 20. Но в целом-то это неплохо. Теперь я добиваю тебя. И больше моя монахиня не будет огребаться. Тобой я иду в защиту. Потому что ты будешь конкретно огребаться. Ооо, да. Мне повезло. Он еще и промахнулся. Все супер. Теперь я буду херять его. И, соответственно, буду херять тебя. Что довольно-таки неплохо. И не получается. То есть, у меня был бы выбор. Кого похерять. Тебя, либо тебя. Тогда был бы шанс, что конкретно прямо гребется и сдохнет. Но мне повезло. Так. По тебе. И добить бы. Молодец. Просто молодчик. И... Хатайш. Конкретно. А теперь смотрите. Лечусь. Убиваю. И снова лечусь. Отлично? Отлично. По 47 опыта получил. И это довольно-таки неплохо. Остается 159 опыта. Чтобы я уже сделал из него из стрелка. Ассасина. Ассасина. Это классно. Ассасин. Это реально классно. Так. Закрываем. Защиты. Так. Всего-то. Вот данищенское. Это отродье. Так. Здесь два волка. Кстати. Здесь очень хорошо. Волк сзади. Волк спереди. Они атакуют только ближних. Соответственно. Этот бить не будет. Этот бить будет. Что соответственно. Буду бить их по очереди. Это уже неплохо. Кстати. Что у меня там с территорией? 15-11. Вот. И видите. Да. Мой жилл. Он распространяет немножко чуму. Назовем это так. Потому что. Ну реально. На чуму похоже. Так распространяет. Только в хорошем смысле слова. Чему? Так. Погнали. Кстати. Для персонажей, которые бегают по земле. Дороги есть смысл. То есть. Дорог есть смысл. Они по дорогам быстрее бегают. Для летающих. Без разницы. Так. С личным. Создаем гильдию. Достаня будет построена. Ага. И вот она достроилась. Отлично. Теперь я смогу состряпать себе ассасин. То есть. Если он у меня апнется. То он у меня станет сразу ассасином. А это. 60 урона. И 20 ядов. То есть. Сейчас здесь у меня 40 урона. Во-первых. Здесь 60 урона станет. И во-вторых. И кстати. Точность у него сразу вылечивается. И здоровье вылечивается. А во-вторых. Яд. Что означает яд. Ну сами видели. Каждый ход по 20 хп отнимает. То есть. Я допустим. Сейчас дамажу 60. По сути да. По сути да. То есть. Если в ней слить яд. А это редко слить за ход. То есть. Я отнимаю 80 здоровья. За раз. Потому что я отнимаю 60. А потом яд добиваю 20. Что довольно таки неплохо. И в некоторых случаях. Потом просто даже нет смысла. Его трогать. Этого персонажа. Когда его ход придет. То он просто на пасах сдохнет. Обожаю его соседов. Ну да не качаться далеко. Сложно ватно далеко ватно. Так. Отлично. Погнали дальше. Экс. Посмотрите на лица мужчин. Женщин и детей. А. Это там типа ведьма такая. Предавшая всех. Вспомните тех. Кто пал в бою. Посмотрите. В глаза. Этим людям. Послушайте. Как скорбно рыдают. Вдовы. По своим потерянным мужьям. Ты мерзкая. Гадкая тварь. Ты будешь предана забвению. Забвению. Мне удалось преодолеть саму смерть. Идите ко мне. Когда ваша душа. Возжелает власти над ней. Не сомневайся. Мы прием. Вот таки у него. Кстати. Да. Немножко разговаривался. И могу даже текст сочетать. Так. Погнали. Разведывай дальше территорию. Потому что территорию нужно разведывать. Зо... Слушай, чувак. А ведь возможно ты мне и дашь левел. Моему сквайру. Так. Сохраняемся. Соло. Сохранить. Лично. Погнали. Фак. Конкретно дамажишь. В лечении. Чувствую подставу. Дамаг. Твою мать. Ты чё промахнулся? Гнида. Дамаг. Лечение. Ты и так длища почти вздыхаешь. И ещё и промахиваться умагряешься. Оу да. Я жив. Жив целый орёл. Твою мать. Ты быстрее сходил. Это не честно. Аааа. Так, давайте-ка посмотрим. С вами его. Так. Давайте сейчас. По-быстренькому переиграю. Здесь недолгий бой. В натуре. Тупой сквайр. Тупой сквайр. Реально. В натуре. И так дерьмово. ХП и дерьмовый дамаг. Так ещё и промахивается. Отлично. Попал. Молодец. Получай здоровье. Молодец. И ещё получай здоровьица. А вот теперь... Защита. Хе-хе-хе. Получай здоровьица. А вот теперь снова защита. Молодец. Получай здоровьица. Собственно, тогда-то я и хотел защиту прожать, но... Не получилось чутка. А вот теперь дамаг. Почему я сейчас задамажу, к примеру? Потому что смысл зажать защиту, если фон всё равно не первый убьёт. Ну ладно. Теперь... А, да ладно, ты прикалываешься, что ли? Днищи ты. Беспонтовые. Слышь, вот сейчас что-то поубил. Ау, мне ещё два хода надо сделать. Потому что тридцаткой сейчас не задамажил. Да, на двадцать семь. Козёл. Не будем рисковать. Твою мать! Ты, да нищик, беспонтовая! О, да. Вот дуракам везёт, конкретно сквайр тебе везёт. Лечение. Отлично. Да они оба апнулись. А вот это зачётно. Я даже не знаю, сколько они XP получили в итоге. Но они оба апнулись, это круто. Это круто. Они будут тапаться, значит, примерно одинаково. Отлично. Теперь у меня рыцарь имеет 50 урона и 150 здоровья. То есть на 50 здоровья больше и в два раза больше дамага. А Архангел, она умеет лечить на 45. Что довольно-таки себе неплохо. И имеет здоровье на десяточку побольше. Что тоже довольно-таки неплохо. Выиграно битв. Битв 5, кстати, здесь написано, сколько кто в битв выигрывает. Здесь у него 11 битв выиграно уже. Прям конкретный мужик тащит. Может. Так, волков. Нет, давайте-ка попробуем людоедом. На этой прекрасной ноте надо сохраниться. И попробуем завалить людоедом. Все-таки конкретно он дает опыта. Конкретно. Такс. Дамаг. Защита. Сейчас вы увидите, как я людоеда валил. Дамаг. Твою мать, ты промахнулся. Днище. В прошлый раз не промахивался. Не везло больше. Дамаг. Защита. О, сейчас попади. Как ты можешь магией промахнуться? Да нища. Можно тури. Вот ж не прет, так не прет, а. Защита, понятное дело. Слышь, гнида. Вот так. Да, я манал все это дело. Да что ж такое-то, а? Какого, гляда, это конченый беспонтовый придурок-маг промахивается. Два раза подряд. 80% шанс. Магией промахнуться. Массовой магией промахнуться. А, у тебя там здоровьица еще было чутка маловато. Ну, понятно, почему я так быстро отвалился. Ну, что поделать, бывает. Ну-ка, давай-ка. Вот че, чтоб ты к скотину попадал, понял, или чуть-чуть меч в голову воткнул. Так, защита. Попал. Попал, молодец. Вот, видите, просто 60 урона я промахнулся мимо, да? То есть, ну, это конкретно. Даже можно так сказать, 65 практически, 64. Так, дамаг. Защита. Вот так вот он. Я конкретно огребаюсь. Так. Если я сейчас встану в защиту, я сдохну. Поэтому надо выпить бутыль. Дамаг. Огребся. Такс. Сейчас, главное, чтоб он попал. Твою мать. Ох. Ну, вы понимаете, да, в чем прикол? И этот беспонтовый придурок умудрился промазать. Козел. Да уж, даже если я его использовал в бутыль. Косяк. Вот такой должен был быть исход. Вот такой, черт побери, должен был быть исход. В натуре. Ну, да ладно. 78 XP получили каждый, и это довольно-таки неплохо. Здесь осталось уже 81, и довольно-таки немного даже. Я вот так сказал. Но, довольно-таки много все равно. Такс. Срочное исцеление. Ай, да ладно, ты не можешь напасть на него. Окей. Ускорение. И погнали. Просто хочу по-быстрому уже свалить отсюда. Зачистить немножечко и свалить отсюда. А то прям в натуре будет. Нехорошо. О, дамажит по 55 они. Так что, дрещавое сравнительно. Защищается. Дамажит. И ограбается. Такс. Так, по тебе. Все равно получается. Либо этот, либо этот дамажит. А вот ты постешь защиту. Все, отлично. Повезла такая камня. Все, сдохнешь, да. Волчанок сдох. На это был весь расчет. Но, опять-таки же, если бы он задамал 32, это было вот, так сказать, неудивительно. Хотя надо было немножко подождать. Так, ты из защиты лучше встань. О, да. Я тогда выжил. Благодаря защите. Так, лечение. Раз, дамаг. Ах ты ж, зараза. Так. Защита. Защита. Лечение. Убиваю. И лечение. Все, что нужно для победы. Отлично. 44. Опытом. Получил. Судово, не таки, неплохо. Хух. Ну, а на этой прекрасной ноте, я думаю, уже есть смысл закончить. Потому что, как бы, я рассчитывал на то, чтобы каждая серия будет по часу. Примерно здесь уже часа 0,3. Вот такие вот дела, народ. В общем, я буду продолжать играть. Я эту карту закончу, понятным делом. И потом уже, да, то есть я сейчас сниму ее все за раз и все. Ну, а потом я уже буду читать ваши комментарии. Если вам нравится эта игра, то я буду проходить кампании по мере поступления. Если мне нравится, то не буду проходить. То есть буду смотреть по просмотрам и так далее. В общем, не забывайте писать в комментариях свое мнение. Ставить лайки, дизлайки, нравится, не нравится. Ну, и подписаться, если впервые на моем канале. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok